Всем привет, друзья! С вами Антон Власов. Меня ебали, я сосал. Пусть мог греть. Какая интрига у нас сейчас навелась. Ребят, слушай, ну прям ты подготовился к грустным вайдам. Я сейчас работаю в реакторах, знаешь как? Коплю всё, что накопилось целую неделю. И потом я дрыщу просто пиздец. Как будто съел этот стардок на заправке несвежимого. У меня сейчас такой принцип. Слушай, ну чувствуется, что у тебя накопилось достаточно за неделю. Много где бывало, много чего видел. Ой, чувак, я видел такие вещи. О которых не стоит рассказывать. Я видел, как бабу в пизду яичка засунуло. Но это не в жизни, а на видео. На видео? На видео. А и вытащило оно целое. С виджерлинком я успел пообщаться вживую. Точно. Вот ещё кое-куда еду, но пока, ну, интрига. Ну, понятно, не стоит рассказывать. Что мы сегодня делаем? Итак, друзья, сегодня мы смотрим Вайны со смыслом. Это вот надо подумать. Да, да, это нужно подумать. Потому что если не подумаешь, ты тупой быдло. Кривозубый крестьяне. Кривозубый. Отребье. Совершенно верно. То есть это для людей, которые, ну... Думают, думают. У них есть в голове что-то, что должно щёлкнуть. И ты сразу станешь нормальным. Вот на это нацелены все войны. Итак, бля, забыл записать. И будем, ну, сейчас, блядь. Сняли бы реакцию, блядь. Забей хуй. Да всем поебать. Что-то Никита пришёл какой-то... Токсик, я слушаю, меня... Токсик, кто это? Последнее время я заметил, блядь, реально. И зрители это заметили. И все мои знакомые, они говорят, бля, я что-то стал каким-то токсичным человеком. Не знаю. Вот прямо из меня желчь какая-то рвётся, блядь. Будто я на вид мир обиженных. Для реакции это хорошо, но обычно... А ещё один хуйсус-блогер недавно меня охарактеризовал, знаешь как? Как? Он сказал, 30-летний мужчина, который делает вид, что всё, что происходит в беременно-16, это чистая правда, закомплексованный и не удовлетворённый от своей жизни, извергает желчь на всех нормальных блогах. Это про тебя? Про меня так сказали. А знаешь, что такое? А я не могу сказать, знаешь, ну сука конченая. Сука, да? Ну чувствуется, что... Чё я тебе хочу сказать? Знаешь, что меня обидело вообще во всем этом спиче? 30-летний? Мне 26, только-только исполняется. Я так и понял. Сука, какого хуя? Остальное, ну, да. Ну, надо... Я, 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 не, ребят, я, как мы знаем, все, вы меня знаете, спорить не буду, если такое, но 26, мне не 30. Не, а про меня интересно, что он скажет, у меня 30. Тоже, то же самое, мне скажут 35-40 летний. 40-летний, разжиревший, все будет говорить. Хочешь, я продолжу? Я же... Давай, давай, что скажешь про меня интересно? Жирный. Так. Сиди... Ладно, нет, все, задни, зачем ты это делаешь? Это нормально, когда мы отношусь. Это просто эмоциональный мазохизм какой-то ты устраиваешь. Все. Все, уважаю всех и всех, все права. Я не буду таксить в этом ролике ни на секунду. Вообще, добрый реактор. Уважаешь? Добрый, уважаю. Все, понял, начинаем. Кроме Саши в писке, пусть Суховармиева забирает его на год, блядь, научится жизни. Все, прошу прощения. Все, я тебя понял. О, наш старый знакомый. Да, да, Гормишель, или как он был. Я... Че там, че там было? До какого момента у нас там? Так, вторник, январь. Первый зачеркнутый, естественно. Первый января у нас всегда выходил, а потом Дере Дина. Король, я тебе объясню, кто это. Это Рахим. Он звезда Инстаграм. А, это Доброе Сердце. Доброе Сердце, добрые челленджи, все дела. А это Дина. Дина была его девушкой. А теперь ее нету? Нет, она сейчас очень популярна. Она популярнее, чем Рахим вообще во много раз. У нее интервью на Пушке 16 миллионов просмотров собрало. Да ты че? Она суперпопулярная, я сам охуел. А кто она такая? Чем она занимается? Ну че-то там тоже, блядь, там призадумайтесь, охуяня, блядь. У нас это, ёпта, умные вайны, блядь, со смыслом. Тоже такая ебанина. Вот, они расстались сейчас. То есть они уже не в местах. Ой, какая грустная история. Грустная история, да. Это была золотая пара Ютуба. Они должны были быть как Белла. И кто Беллу? Вот, ебал. Ебал, двое ебали. А, да-да-да, там двое ебалых, это самое, ну, собака и упырь. Так что, как бы, может быть, не такая же ситуация? Нет, нет. Вот такая собака есть. Да нет, она нормально, слушай, нормально, нормально, нормально. Ну все, я понял тебя. Не от оскорбления. А что касается этого рыжего сердца, блядь, или какого-то? Рыжее сердце у ёбы, конечно, малость. Понял. Играет на чувство. Вот это да, чуть не забыли про наших больших друзей из компании OneX. Дело в том, что сейчас проходят различные спортивные, киберспортивные мероприятия, и вы можете попытать свою удачу. Промокод POWER. Сканируйте этот QR-код или переходите по ссылке, закрепленной в комментарии, и получаете до 100 долларов на свой счет. Друзья, я желаю вам удачи. А как он так и там и тут? А что это было, ребята? Я думаю, это называется монтаж Геннадий Горин Эффикс. Ага. Где можно наложить сразу двойного. Блядь, вот если, блядь, будет делать Джипперс Крипперс 20, или сколько там, там будет самое Геннадий Горин Продакшн, где он будет тоже это... Я постоянно посмотрел Джипперс Крипперс, и я охуел, блядь. Я просто... С чего началось-то все? Я смотрел Абугунова, и он сказал, что... Прям, блядь, вот я так обожаю, вот Джипперс Крипперс, это прям вообще эталон моих роликов, я бы на него ориентировался. Я такой думаю, а что такое, блядь? Включай телек, листаю, и, представляете, прямо попадаю на ТВ-1000 идет Джипперс Крипперс. Я ебал, это Джипперс Крипперс только на ТВ-1000 идет. Только на нем. Я вообще лет 15 смотрел на ТВ-1000 Джипперс Крипперс, блядь. И такое говно, это... Кто вообще смотрит ТВ-1000? Это вообще канал какой-то... Ээээй, Лея, блядь. Леея, леея. Я смотрел, потому что там сиськи показывали, в 2000-е, блядь. Чувак, я тебя сейчас назову... И паран ТВ. ...топ каналов российского телевизия. Вот топ вообще. Загибаем пальца. Загибаем. Первый, Россия, 24. Нет, первый реально на первом месте. Раньше, по крайней мере, у них очень крутые передачи были. Это и Гордон Кихот у них был, Вечерний показ, Два каких-то челика интервью брали ночью, Познер у них выходит, Вечерний Урган, ну то есть много шоу таких достаточно. Хорошо, да, ладно, дальше. Второе место. Россия-20... Потому что новости, все самые главные. Информационные, все самые... Слушай, что бы ты ни говорил, но у Киселёва всё выглядит балде... Да-да-да. У него выглядит, как, знаешь, фильм про Робокопа, блядь. Типа, и там показывают новости такого будущего. Или знаешь? Или Судидреда, типа, всё очень. Нет, это ещё такой фильм был, по-моему, называется этот, про арахнитов, который, блядь, с планеты стреляли этими... Шуки. Звёзды десант. Да-да-да, и там вот это, хотите узнать больше? Только что! На Америку пал метеорит. Аризоны нет вообще. Это самое, лежит в руинах Нью-Йорк. Слушай, ну вот на России ещё круто. Вот ты врубаешь, и знаешь, ты такой соловьём, попадаешь на него, и ты сначала такой, блядь, заебал. Потом ты такой сидишь, а он так говорит ещё, у него голос хорошо поставлен. Да-да. Очень хорошая запись, и такое ламповое звучание, и ты такой сидишь, 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 и типа такой, ну да, хохлы в чем-то не правы, и типа всё начинает... А блядь, а я чувствую, мозги полоскаются, блядь, просто вот, вот так вот их вымачиваю. Он ещё вот так вот смотрит в своём этом комбинезоне, блядь, ёбану, смотрит вот так вот, говорит, говорит. А я всегда обращал внимание на комбинацию, типа он, знаешь, такой вот отдел отстранённый, то есть он чувак, который... На кого? Он нейтральный. Кто? Соловьёв. Ага. У него такой этот комбинез, что он типа вот это, то есть как бы он не за этих и не за этих, то есть он максимально объективный. Не, ну по факту он вообще не объективный. Карманы от денег полные, блядь. Слушай, а мы Вайна, да? Скорость из вас. Про телевидение. Смотрим дальше. Про телевидение отдельный ролик запишем. Да, да, да. Топ каналов по федеральному. И знаете, как мы это сделаем? Давай просто быстро. Третий СТС, четвёртый ТНТ, блядь. Пятое место дважды два, потому что иногда там Царь и горы показывали, мне нравилось, да. И шестое место, наверное, ну вот просто такое утешительное. Не, НТВ сейчас нечего смотреть вообще. Не, мы про раньше говорили. А, ну ты сейчас конкретно... Раньше НТВ был номер один. Без хуйни. Там и Симпсонов, и на Медни шоу с Парфёновым. Там я много тоже что смотрел. А сколько репортажа они делали интересных. Ой, блядь. Про секту Бога Кузи, блядь. И по-моему там у них ещё... Блядь, ребят, вот я всё мечтал на свой канал, давайте на канал Антона. Смотрим репортажи старой НТВшной, они супер интересные. Я ещё ничего не понимаю. То есть он смотрит на самих себя со стороны, так что... А вот это воспоминания. Ебать, монсаж тяжёлый. Умерла. Нет, ты чё ебанулся, блядь? Умерла, ребят, умерла, умерла. Провинился, извиняется. Чуваки, цветы, вот вы видите, выходит, вот огромный букет, да? Я покупаю только на похороны цветы. Только на похороны? Или если ты провинился, надо извиниться как-то? Тоже верно, да. И вообще не дешевите с букетом цветов. Вот это такие вложения, которые окупят себе. Всегда окупают. Всегда окупают, ребят. Тысяча рублей тратим на букет, если так провинились. Ну, задержались, типа, с сауни с ребятами засидели, до двух. Покупайте цветов, букет за тысячу, за полторы. С девочками засидели с сауни, покупайте уже за три. Тут уже за двадцать. За двадцать. Тут уже чё? За две тысячи ты не одеваешь за букетом ездить. Там, там надо уже как бы... Там и игрушку надо. Игрушки всякие. Медведи вот этого охуевшего. Естественно, да. Которого выкину через два года. Он клещей, блядь, сразу. С клещами продаётся. Конечно, конечно. Ну, слушайте, ребят, умерла, умерла. Это как в этом, помнишь, этот медфильм? Там-то чувак такой, типа, ну скажите что-нибудь. Скажите, доктор, скажите. Он такой, а родители твои где? Умерли, умерли, блядь. Они умерли. Он такой, ты к тебе, мать, папа, вчера приходил. Он такой, умер, умерли. Я такой думаю, ёбать, чего? Тебе реально, ты, блядь, лечиться надо. С другой стороны, он такой веселенький, в принципе. Я думаю, с таким пиздатом было бы, ну, кататься по городу, знаешь, чтобы там, типа, сходить там в кино. Не, я бы с такими бы... А, нет, я вам объясню, в чём, что я имею в виду. Что, сидя в дурке, блядь, он с дураками, он не сможет адаптироваться к нормальной жизни. Задача-то вылечить человека стоит. Вот нужно взять на поруки, допустим, берём, вращаем колесо случайное, допустим, выпадает вас в фантон, житель города Санкт-Петербурга. И мне звонят, говорят, всё, вы были выбраны случайным образом для адаптации в вашей семье дурака. Это похоже на какую-нибудь комедию с Адамом Сэндлером. Да-да-да. Клик с пидом пашистом. Причём Адам Сэндлер играет этого дурака, а тот, кого нужно воспитывать, да, его играет какой-то именитый актёр, который опустился, да, ему нужно, типа, возвращаться в шоу-бизнес, и через фильмы Сэндлера... А знаешь, кто это был бы, блядь? Аль Пачино. Либо Аль Пачино, либо Траволта, блядь. А может Николас Кейдж вообще? Нет, Николас Кейдж тоже ебанутый. Нет, чувак, он тоже же такой же... И Траволта... Не, ну да, Аль Пачино подошёл бы, блядь. Клинтый и суд. Ой, нет, Клинтый и суд. Это че сразу бы застынет? Или это просто револер? Нет, не револер, а такой этот, типа, знаешь... Да-да-да. Шаткан такой... Прям, он пришёл бы, этот Адам Сэндлер такой, типа, ау, татадама, татадама, просто в глазок. И так, шляп. Жан Рено. Жан Рено. Тогда должен быть дурачок, который с ним играл в фильме, знаете, пришельцы, когда они во Франции вонючие ходили, вот этот вот. А-а-а, я понял, да. Его друг крестьянин. А вот что здесь? Вот, видишь, девочкам и сам не отсутился. Бля, я, блядь, как знал, большой этот медведь, блядь. Ебучий медведь. Ебучий, огромный медведь. Если вам его подарили, знайте, что... Чувак не знает, что вам подарить, и он прям вообще безидейный, блядь. Супайте медведя такого, если у вас собака есть. У меня был такой медведь, собака сала на него постоянно. И медведь вначале был такой красивый, знаете, новенький. А потом не с саной. Просто в санине собачьей в итоге был он, блядь. А может собака... Санине, блядь. Я чувствую, мы просто сейчас один вайн посмотрим. И, блядь, на этом, наверное, закончим. Просто уже 10 минут прошло. Я так давно не записывал. А мы посмотрели 39 секунд. СЕКУНД, блядь! Понимаете, да? Ну, как эти, в Интерстелларе, блядь, когда... Это этот. Горганчуа, блядь. В этой студии 10 секунд идёт за... 10 минут настоящего времени. Ну, так можно и со... Мы, типа, не состаримся, выходим на улицу, там уже все старики, блядь, записывали реакцию. Умерла, бля? Тужа? Ну, нет. Только Mercedes. Конечно. Мерседес. Пьяненького она его... А, сядь, зовут пьяненького, да? А машина-то не та же самая другая. Всё. Ёб! Виноват. Виноват, виноват. Вот так вот, не садитесь, пьяненького. Ну, сука, не сел он, блядь. Не сел. А, да, кстати. Убил-то бабу, но не сел. Всё. В голове Рахима, как бы, если такая ситуация происходит, то просто... Там же, по-любому... Просто будешь цветочки носить, к сожалению. Блин, надо в цветочные идти покупать букет. Да-да-да, надо на день рождения всё это подарить. Ты чё, сука, блядь? На такой машине, там менты приедут. Такие, здрасте, чё произошло? Он такой... Пьяный сидит, пьяный. Он пьяный за... Смелый. Это знаете что, блядь? Мне кажется, эта статья, конечно, есть. Там, типа, не предумышленное убийство, а может, умышленное, блядь. Вот, если кто-то врезался пьяный в кого-то и убил, а сам жив остался, всё, это умышленное убийство, блядь. Отягощающее во много раз обстоятельства, если ты был пьяный. Страшные вещи, я сейчас признаюсь. Страшные, блядь. Я сейчас признаюсь в одной вещи, и это мой шок. Пьяным катался. Ну давай. Не на машине. У меня нету прав, конечно. На самокате электро. Напился. Катался на электросамокате пьяный. И все такие, не надо садиться, не надо садиться. Иди ты. А я катаюсь. И поехал. И поехал. И никто и слова не сказал. А говорили, ну как остановить-то, кто вот начнёт там это? А я еду. А если въебёшь ещё? А я еду, и всё. Не, ну я в адеквате, то есть я в принципе понимаю, что происходит. Это так все пьяные говорят, блядь, вот Ефремов тоже ел на своём этом. Мне стыдно, я стыжусь за этот поступок. И я себе дал урок, что больше я так и не могу. Не буду никогда в жизни делать. Я стыжусь за это время. Любое транспортное средство, даже велосипед. Пьяным ездить на нём нельзя. Другое дело ренджуха, блядь. Там бы я бы поехал, вообще мне поебать. Аж в танке можно сказать. Если у тебя номер пизда, ты всё, едешь, блядь. Тебе что, не тормозит? Очень грустливай. Я, блядь, прямо расстроился даже. Что он такой вот банальный. Играет на наших чувствах, это слишком подло. Вот Ряхим в этом он и подлец, понимаешь? Подлец. Он всегда играет на каких-то ниточках таких. То есть он, к примеру, там у бабушки был у него вайн. Типа там бабушка просит и прочее. И Рахим бананы купил, связка и просто бананчик бабушку давал. Чё? Бананчик. Это настоящий ролик? Да, и там доброе сердце челлендж. Типа давай бабушке бананчик дадим. Ты чё охуял что ли? В смысле, какой ещё банан? Банан? Деньги бы раздал, не знаю, блядь. Да. А вон бананчик давал. Банан. И вот чё думаю? В 41-м тебя забирают на войну. Да? Всё, ты хуячишь, блядь, от Питера до Берлина. Прям в этой блокаде там несколько лет и прочее. Всё, тебе уже 80, а ты не можешь работать и прочее. И там типа приходит хуй какой-то, к которому инстаграмм 10 миллионов такой. Дедушка, вот тебе бананчик. А ты, ёб-то блядь, бункер Гитлера прицел, знаешь, типа всё уже. Да-да, отхуячил, там ад прошёл войну. А тебе вот банан. Банан у тебя что-то? Да нахуй мне твой банан. Нет, вот он его разрушит, блядь. Ему в рот вставит от того, что почувствуй, блядь, что ты сделал. А и парад ещё такой был, да, вот в этом году? А чё парад был, когда я не смотрел в этом году? Ты никто не смотрел, или кроме одного человека? Это ты просто, блядь. Танки, блядь. А я тебе так скажу, знаешь, честно сказать, вот все такие, конечно, это там. Был бы я главным? Тоже бы. Я бы тоже парад смотрел. Вы чё, хуя, вы вообще подумайте? Вы чё бы? Думаги, мы выиграли, блядь. Вот пишут, да, типа, столько денег тратится и прочее. Я вот глава вообще говорю, чтобы танки по центру, по всей Москве ехали. Поехали. Просто, блядь, они такие, да миллиарды тратят, да мне поебай, блядь. И салют потом въебите на миллиарды, блядь. Вы чё нах, какое? Мы хотим праздника, блядь. Я хочу праздник. Я хочу посмотреть, блядь. Вы там чё-то говорите? Я хочу видеть огромный танк. И чтобы роты шагали. Да, да. И Шайку ехал вот так вот. Чё-то на ауру сел. Я не так часто о чём-то прошу, блядь. Я чё о чём-то... Раз в год дайте мне отпраздновать. Да, нормально, блядь. Я думаю, он не празднует день рождения вот так вот, честно. Не-не, там вообще работает день рождения. Там у него одна услада в жизни, блядь. На танки посмотреть. Ну что, вот как-как можно это запретить? Мы чё, Емманолич? Нет, Левка. Нет, нет, ребят. Имя. Она опоздала. Чё так поздно? Немашку опоздала, стоялась. Как они так подгадали? Что прямо и микроволновку показывают одно и то же? Ага. Девять. Чуть встают один от другого. Добр. Ну ладно, девять. Немашку опоздала, стоялась. Только девять утра. Почему девять вечера? На микроволновке есть... АМ. А, АМ. Не очень-то убедительно, да? Ты куда-то собираешься? Да, мы с девушками в клуб свалились по семьде. Не, ну... Вы сами понимаете, да? Я вообще ни у себя, ни у каких других друзей никогда не слышал, что... Да, мы в клуб девчонками идём. Может, молодёжь ходит? Кто в клуб-то ходит сейчас? Да кто? Да, это для кривозубых крестьян, блядь, дискотека обычная. Так и говори. Я для дискотеку. Так же, так же, правильно? Да вот ты кривозубый крестьянин и говоришь. Кто в этом клубе, блядь, состоит вообще? Там выдают членские билеты или что? Что такое клуб, блядь? Клуб? Какой? Чего? Кого? Тусить? Трикса. Клуб Трикса. Клуб Волна. Клуб Надумской. Это клубы всё? Клубы, клубы. Блядь, ну там люди никого... А знаете что? Клуб моделистов я ходил. Вот это был клуб, блядь. Мы там реально садроты сидели, блядь, и выпиливали крылья для самолётов маленьких. Окей, а я ходил в компьютерный клуб. Тоже клуб. Навигатор из стелс назывались. О, а я ходил в спрут и в фобос. Купчаги были. И тоже клуб по интересам. Да, конечно. Игры, компьютеры, всем нравятся. Вот тут мальчишки в Варкрафт играют, тут мальчишки в КС играют. Талфилд кто-то играл тогда. Вот бедный пацан, который берёт на часик и играет в КТАшку и просто бабушка его выгоняет. Потом, где ты это самое? Да, да, да. Блядь, а когда я был вообще маленький, я помню, шёл с мамой, какой-то там продуктовый туда-сюда. И в этом же здании, знаете, такие большие здания, вот где пятёрочки стоят. Это советские такие, вот как бы, во дворе двухэтажное здание, блядь, магазин. И с обратной стороны был в каком-то обоссанном месте клуб Варвара. Дикий, блядь. Дикий, да? Там темнота, там он вот меньше вот этой моей комнаты. И я маме что-то попросился, говорю, вот пока ты в магазин пойдёшь, на полчаса мне на компьютер. А у меня тогда не было компьютера. И она такая, типа, посмотрел на это всё, такая, типа, админу говорит тогда ещё, что, мол, оставлю вам этого пацана, там ничего не опасно. Она такие, нет, нет, опускай сидит. И всё, там оплатили, но пока находит. И я помню, сел за компьютер, блядь, а они были просто реально шесть компьютеров по кругу поставлены. А я таких маленьких не видел никогда. Был, был. Блядь, я че-то потом это... И у меня так это напрягло. Пиздец, там прям вот... Тебя люди хотели научить, а ты вот так вот и вспоминаешь. Ну я испугался просто, я помню. Ну понятное дело. И там, знаешь, такое вот помещение было, как вот в криминальном психе, где ебали, ебали Марселоса Уольса. Очень похоже было, и там курят все это, и я там что-то пытаюсь это... Золотое время, как ты проплыл. И я помню, вот в этот момент, это единственный раз, когда я прям ждал, когда мне с этого компьютера заберут, мать, блядь, чтобы я отсюда этого ушёл. Но Фобус уже получше. Фобус пиздатый был, там ночные часы были, там дверь закрывали на ночь, если ты оплатил ночной пакет, чтобы тебя не габанули на улице оставаться приходилось на всю ночь. Ну если ты постарше, то там покурить можно было ходить. Саш, ну будет странно, мы девочкам не собираемся, а я тебя сама потащу. Странно, что она так сильно против. Проследить что ли? Слежку сейчас строим, падлах. Незнакомая мужская кофта. Бля, братан, ты караган, ты чё? Да ты, да ты, да ты, да ты кукол! Да ты кукол! Да чё так поздно-то? А, да ты идёшь. Он такой, о-о-о. Слушай, а ты чё одежда мужская? Чё за куртка чё? Да не моё. А она такая, а чё за трусы обконченные? Это чё такое? Нихуя ты трусы показал, блядь. Ну, у бабушки твоей такие, Антон. Ну чё, ты для себя идёшь. 2XL, блядь. А может мужчинка-то ебёт, знаешь. Ну такой уж. Такой, на лот-крузере приезжает такой. Назад, знаешь, электрокресло так отъезжает. Бузарстик, блядь. А, 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 да сосёшь. Ну всё там, блядь. Надо в ЦУМ поехать или что-то. Я не могу, там, все деньги. Вот деньги купи сами. 20 тысяч даёт, там, надо, там чё-нибудь там. Видно, человек в ЦУМ, я раз не был, 20 тысяч, а в ЦУМ, да. Не, ну знаешь, тоже, блядь, это дорого даже, я бы даже сказал, да. Кофта. А чё там синяя кофта? У меня просто такой нет. Какая кофта? В гардеробе. Никто не знает, чья кофта. И сейчас сообщение. Чё, как тебе ебать сегодня, блядь. В жоп тебе, в рот. И она так и отвечает этой, купи ещё это, водки курица. И куру гриль. За водку, блядь. Раньше тёлки давали за водку и куру гриль, блядь. Её там... Славные времена экономического кризиса в России. Вы понимаете, да? Это даже не шавуха, просто водка и курсок. На ведре своём отвёз к Финскому заливу, в Сестрорецк, блядь. В Сестрорецке живут люди обеспеченные. Обеспеченные живут. А вы едете туда просто на дорогие дома посмотреть, посидеть на говнотечке какой-нибудь. Да, да, да. Куру гриль поесть и водки выпить. Вот всё, у вас жадание. Максимум ещё сок взять. Блядь. Чё это? С днём рождения. Ты ловко, блядь. Всё знаешь, всё... Всё знаешь. Саша. Это твоя куртка. Курту я на Новый год тебе дарила. А ведь она тебе никогда не врала. Блядь! Ура! Ура! Ну это просто... Это не вайн со смыслом. Это просто... Чувак, пей комплевизор. Ты забыл, что у тебя куртка такая есть. Слушай, я вот думаю, мы так Рахима ругали, что у него так всё. Но он, блядь, хотя бы постарался. Ну как-то да там. А тут... Чья куртка, блядь? Это паблик ваших друзей, блядь. Это чья, блядь, куртка? Это твоя. Хочешь что-нибудь заказывать? Я по вашему просто так сижу. Кофе побыстрей. И не стойте надо мной. Извините. Чё я в ресторан без денег пришёл? Чё? Чё проблема? Спокон воды, блядь. И хлебную корку. Не, и хлебную корку. Айма, блядь. Бомжа скинул. Алюминий продавай. Алюминий продавай сюда все... Ветки покупайте. А не важно, как вы это сделаете? Я сказал, значит, надо сделать! У тебя чё? Прям вообще нервный пиздец. Просто, да вот, дурку позвонить, сказать, чувак с ума зажёл. Блядь, ебанул ты. Ау, где жопы растут, а? Извините, пересядьте, пожалуйста, я сейчас всё уберу. О, Давид Ашотович, здравствуй. Давид Ашотович, да. Я послышал, Василия. Давид Ашотович. Давид Ашотович, да. Как ваши дела? Уважаемые люди. Оттоехали. Всё хорошо. Кстати, наш бизнес, а... О, Саня! Здорово, Вартан, как ты? Здорово, Давид Ашотович. Да слушай, нормально всё. В смысле, Давид Ашотович? Это Давид Ашотович. Не, я понял, а что ты ещё, действительно? Да, звучит... Да, я понимаю, звучит немножко карикатурно. Нет, это карикатурно. Я просто думал, что это придумано. Прикол, да, такой? Нет, не прикол. Звучит немножко как Иванов Иванов Иванович. Иван Иванович. Да, да, да. Просто да, да, да. Но самое смешное здесь не это. Самое здесь смешное, что Дава, я просто на миллиард процентов уверен, никогда в жизни не скажет официанту реальный Дава. Здорово, привет. Здорово, Дава! Как ты делал? Здорово, Дава! Слушай, там кручусь вверх. Дава будет вести, как вот этот чувак в начале. Я прям на миллион процентов уверен. Дело в том, что сам Дава, мне кажется, он такой, знаешь, прям вот тебе руку не протянет, блять, если он, блять, не богаче его, мне кажется. А прикинь, всё, вот мне ставят, блять, эмфизему. Чё? Ну, прикинь, блять. А я, типа, всё. Здорово ты не можешь. Юлик, Антон, вы такие, да, Никита, дела, не можем все... И один только человек в интернете мне такой, Дава звонит и говорит, брат. Брат, приезжай. Не, ну я... Ну полечимся. Да у меня эмфиза, но ты сам приедешь. Я хоспись ухожу, я не могу. И вот он приезжает и такой, брат, в Германию тебя отправят. Да какой, да не, он приезжает такой с телефоном. Банатчик дает! Те цветы. И банат. И банатчик. Ну, спасибо. Он такой, брат, ма, это важно, да. Ладно, ладно, Никита, я пока... Не-не, это будет как раз нарезка. Типа, вот я смеюсь, что он такой, да? И дальше, типа... А потом ты лежишься к Сэму уже. Все пиздают. И там приходят, это, знаешь... Фу-фу-фу! Это, конечно... Тю-тью-тью! Все нахуй плюнь сейчас! Переплюнули все через это. Плюсик поставил, а если переплюнул, то с ума сошел. Давай, похоже, поболтаем сейчас просто на работе. Хорошо. Что? Надумай, друг мой. Работали раньше вместе. Сань, подменишь меня? Нихуя! Ну да. Давай, беги, я прикрою. Спасибо. Да и вообще работа очень сложная. Иногда такие уроды попадаются. Хать-чужина! Хать-ха! 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 Ха-ха! Ха-ха-ха! А я почему-то вспомнил это, про хуй проглотил его? Охо, ну вчера прочитал в Twitter или где этот... Про фуку с сосиской! Да-да-да! Если вы, ребята, хотите кого-то впечатлить, и вот вы ее сосиску съели, а вторую заранее в жопу вставили, и, типа, съели, а сейчас я вытащу целую и вытаскиваете целую. Ха-ха-ха-ха! Это, блядь, Куперфильд, блядь, с этим его, этим, когда он поезд, блядь. Сейчас, сейчас мы возвращаем. С теплого сына. Сосиска из задницы. Ты извини меня, ладно? Мне все страшно, бывает. Не, на самом деле, посыл у Вайны неплохой в том смысле, что официантов, вот реально, если вам хамовитое хуйло попало, такое бывает. Да, бывает. Пишлите нахуй, и чай не оставляйте, видите? Но если к вам человек абсолютно спокойно подошел, да, он не услужлив, да, то есть он там не помогает выбрать, но он терпеливый, терпеливый. Не надо оскорблять. Вот это я понял еще по тому, как проходил практику в ресторанах, в этих быстрого питаниях, где, то есть работал и официантом, там, посыпал и поваром немного. Ни в коем случае там, где вы едите, не хамите людям. Вообще не надо. Вообще не надо хамить-то. Вы охуеете, блядь, что может произойти, если вы нахамите. Посмотрите фильм, ты видел фильм «Большая жрака» или «Большая жратва» про работу, блядь, в ресторане. Очень смешно, посмотри. Да, это по пакостям могут. Очень пакостям. Ну, нет, большинство не сделают, но можете попасть на человека, который сделает. Вика, ты в магазине была, что купила-то? Саша, в смысле, два пакета полного притащилась. Да фигня одна какая-то, ничего нормального вообще нет. Саша, вот не нравится? Куда он смотрит? Я, прости, я пропустил, я пропустил. Вика, ты в магазине была, что купила-то? Саша, в смысле, два пакета полного притащилась. Да фигня одна какая-то, ничего нормального. Куда он смотрит? Я не могу понять. Какая-то фигня, где нормальная еда-то? Куда ты сходила? Какие пакеты? Где ты вообще? Может, он ослепой? Да, да, да. Говорю, реально это может быть? Саша, вот мне нравится, в следующий раз сам иди и тащите пакеты. Может, он в мусорный пакет залез, какую-то хуйню накупил, а непонятно. Я смотрю, все просекло, все протекло. Да, 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 что ты накупил-то? А он такой, Саш, а он такой, ебать, а, а, цирки глазированные все. Бля, царская хуйня какая-то. Бля, был бы у меня макбук и плед такой с кроватью. Я бы бутербродов-духватил. А мне, или бутербродов, может, у меня было вот эти с колбасками, блядь, я бы, конечно, блядь, ходят два бутера-то. Только без запивки почему-то. Такая тема, короче, покупаешь докторскую колбасу. Да, хорошую такую, не надо дешеветь. Покупаешь творожный сыр. Булку покупаешь белую, такую-нибудь синюю, у упаковки, чтобы была, я не помню, как называется, ферма. Ну, такая обычная булка, типа, все, мажешь творожный сыр, а тут такой, кладешь, это просто... Колбаска сверху. Ну, конечно. Понятно, все, пизда тут. И чай делаешь себе туда, кусок лимона кладешь. Чай черный, блядь, и без... Не делайте два, два не хватит. Надо три-четыре. Бутера? Потому что вы, они просто... Как вот в том ролике с сосиской. Просто проскользнуто. Да-да-да. Вахар такой. Ну, слушай, я так делал. Да и тем более, ты пока будешь идти ко мне. Ты один точно заточишь по дороге. А если вы еще сверху покроете настоящим сыром, в микроуху на минутку, не поймите. Не, я не фанат горячих бутербродов. Да-ну! Да-да, мне дать-да! Единственное, с чем мы с тещей вот не сходимся в горячих бутербродах. А что, любит, обожает? Она любит, обожает, да. То есть, готовят не постоянно, а я не люблю. Во-первых, они протекают всегда. Понимаешь? Ну, чуть-чуть там. Чуть-чуть, не, ну это уже, блядь, мяско. Булка, блядь, будто я не знаю. Как девка. Ну, короче, это, сейчас мы сделаем, я вконтакте сейчас сделаю клуб горячих бутербродов. Если вы в клубе горячих бутербродов, подписывайтесь, блядь. Будем там, нахуй, это все делать, блядь, обсуждать бутеры, кто какие рецепты. А что, бутеров там дохуя, рецептов их разных. Много, да. Будете рассказывать. Клуб горячих бутербродов. Саша, слушай, да ты издеваешься? Я только что убралась, ты с едой лег? Нет, да еще я собираюсь, в чем проблема-то. Ну, слушай, сложно. А знаешь, как этот бутерброд называется? Нет. Вот мы у нас там в семье говорим, что вот есть просто бутерброд, это когда вот булка махла сыр, а есть сложный. Слой? Это когда еще сверху колбаса, да. Я говорю, типа, может сложный какой-нибудь можно сделать? Мне говорят, все, колбаса на месте, можно сделать сложный. Сложный. Вот он сейчас сложный. Потому что в твоей семье говорят о сэндвичах, знаешь, как в Subway, когда там много всяких колбас. Да, 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 да. А у нас просто сверху колбаса, это уже сложный. Вот он сложный кушает сейчас. Че, Саша опять сейчас на беда курит? Слушай, я там твои вещи постирала, футболки на полку сложила, носки чуть ниже в корзинке. Огонь. Я теперь буду говорить, Огонь. Да, Люба сразу по шее даст мне огонь. Нет, ну надо сказать, ни хуя оценить, что тебе твои носки ссаны, потники, кто-то стирать помогает. Это еще такое вообще. Да, да, да. Огонь. Огонь. Огонь, даже глаза не поднялась, блядюгами переписываются какими-то, блядь, Огонь. Вернулась. Зашипись. Знаешь, дорогой, мне надоело, что все, что я делаю, ты воспринимаешь как должное. Так не должно быть. Че? Еще они из этого расстанутся? Да вы гоните, блядь. Бля, это так сделано, причем, ну, на супер, отъебись, я не знаю. Нет игры? Да не то, что нет игры, ладно, типа, знаешь, во многих фильмах, вот, каких-то начинающих режиссеров, то есть и прочее, там тоже нету игры никогда, да? Ну, типа, в клерках, там все равно они не доигрывают в первой части. Ну, этот, блядь, второй. Ну, я понял. Да, это хуй с ним, но просто как вот подход, как у школьников, блядь. Ну? Ну, блядь, чувак, ну это не школьники. Блядь, Никит, давай так, вот мы с тобой смотрели Ягу Саня Рассанова, ты видел, как там придумываются вайны? В коне побежали. Так не должно быть. Я должен, но все равно. Вот, Антон, ты как, очень грустный, Ваня, кстати, ты как эксперт по всем вопросам, вот у меня к тебе есть вопросы. Во всем разбирайся, Никит, спрашивай. Я как-то раз, мне было, может, лет 12, может, 13. И я, короче, тогда что-то приболел и прочее. И я как бы, ну знаешь, типа, отхаркиваю. Угу. И просто в момент какой-то вот прям целый кусок, блядь, отхаркнул от себя. Вот, ну прям, я не знаю, но это выглядело вот, примерно, такого размера была, объемная хуйня. Но ты курил уже к этому моменту? Ну, чувак, ну, курил, да. Ну, это один раз в жизни было. Прям огромный кусок чего-то я выкашлял, блядь. Быть, быть. Похоже на засохшую мокроту. Простите, что в подробностях мне, правда, было интересно. А то знает все. Да, есть, существует такая хуйня, короче, вот где-то, ну, типа, под... У тебя не вырезано, да? Вот эти вот... Не-не-не-не, все на месте. Вот во время курения, во время всякой хуйни, типа, такие вот беленькие маленькие комочки могут скатываться прямо вот в горле. И если ты, допустим, ну, сделаешь, типа, движение, как будто ты хочешь, знаешь, вот как это... Сопли собрать как бы во рту там. Ну, есть разница того, что ты опять это отсюда достанешь. И это как бы нормальная реакция там на каком-то химическом уровне. Такое может случиться. Просто, может быть, у тебя получилось так, что ты курил, блядь, активно, и это никуда не проходило, блядь. И в итоге это все скопилось всего в комочек такой. Это... Сейчас... Я тебе скажу даже как это называется. Вот такие вот комки. Вот, во-во-во-во! Да-да-да, вот такие белые комки, вот, это пробки в миндалинах, да. Ну, не вредное хуйни, не опасно. Не, не, не опасно. Слава богу, бля, а ребят, Антон реально все знает на свете. Ну че, я думаю, на этой ночи мы можем закрыть. Да, Никит, здоров, поздравляю, ничего серьезного, курите поменьше, занимайтесь спортом, вот, и это уже вам советую, будьте здоровы, друзья, это были мы, Кузьма Гридин и Антон Гласов. Всем пока.